В общем, Омск продолжает испытывать горожан повсюду. На борьбу с гололёдом и снегом в Омске вышли даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня они очистили от наледей тротуар по Красному пути. Почему же пришлось взяться за лопаты, расскажет Юлия Думанова. Никто, кроме нас, Сергей Гезиков, вышел на уборку льда вместе с двумя своими товарищами. Говорит, этот участок никто не чистил всю зиму. Это, к сожалению, лёд. Он не просто продаётся. Но потихонечку чистится. Раз никто не чистит, решил я почистить этот бордюрный камень. Недоступная среда. Юрий Мануилов живёт в соседнем доме. По этой дороге со своей собакой Поводырём ему приходится ходить каждый день. Говорит, путь до магазина или больницы как полоса препятствий. Помимо того, что скользко, тротуар весь во льду. Автомобилисты из него ещё и парковку устроили. Идти приходится по проезжей части. Водители не видят бордюрного камня. Наезжают на пешеходную дорогу. Собака моя приучена здесь водить меня. Она машину обвести не может. Если я задеваю машину тростью, она начинает сигнализировать. Выбегает хозяин с матами, с криками, с кулаками. Ты поцарапал мне машину. Пытаюсь доказать ему, что здесь нельзя машину ставить. Он говорит, вызывай ГИБДД. И вызывали у Бориса Мельникова инвалидность по зрению. Он тоже живёт здесь поблизости. Звонил в госавтоинспекцию всю зиму. Говорит, даже получил благодарность в письменном виде за обращение. На этом всё, ни сугроб, ни машины, которые паркуются на тротуаре, никуда не делись. То есть они приезжают, это было минимум два раза, так скажем. За последнее время они приезжают, говорят, здесь нет тротуара. Я говорю, ну как нет? Видите, он там начинается тротуар, да, вот там теплотрасса, его видно, он оттаявший всё время асфальт. Дальше идёт бордюрный камень, дальше всё это заваливается снегом либо льдом. И на мой вопрос, что тогда делать? Ну, мне сказали, дескать, вот когда уберёте тротуар, тогда мы примем какие-то меры. Вот поэтому мы решили вот взять его, попытаться убрать. Борис, Юрий и Сергей надеются, может после такой уборки хоть кто-то обратит внимание на их проблему. Юлия Думанова и Артём Колесников. Антенна 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова